Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Схема, по которой уводили деньги, типична. Финансовый аналитик Арман Бисимбе считает, что в АФН плохо справляется со своей надзорной функцией. Почему деньги из банка выводятся? Потому что так выгоднее, так прибыльнее. Даже если ты поймаешься, ты отсидишь год, два, три, пять условно, выходишь, но деньги-то есть, ты уезжаешь туда, оттуда, и там ты, в общем-то, неплохо живешь. Ну вот 8 миллиардов тенге, да, по-моему, выведено? Да. Ну и где? Почему мы не слышим разговоров о том, сколько денег было возвращено обратно? Схема проста. В банк за кредитом обращается лицо, компания которого в предбанкротном состоянии. Процедура одобрения кредита длительная, поэтому в ней участвует несколько человек. Заканчивается все тем, что банк теряет средства, а заемщик к моменту срока возврата денег оказывается банкротом. Мы спросили у финрегулятора, почему не получается закрыть эту лазейку. В рамках мониторинга финансового состояния банков также обращаем внимание на качество выданных займов. В случае обнаружения каких-либо рисков в деятельности банков, мы применяем банкам меры надзорные реагирования, которые направлены на корректировку деятельности банков в целях недопущения возрастания каких-либо рисков в судном портфеле. Задержанным вменяют статью присвоения или растрата веренного чужого имущества в особо крупном размере. Половина акций Тенгри Банк принадлежат индийскому Punjab National Bank. Остальное разделяет между собой Альфия Куанышева, Мирзатай Эдрас и Ирина Рахимов. Министерство финансов не ответили на вопрос, где сейчас председатели правления Тенгри Банк и знали ли они о хищениях. В ведомстве ссылается на тайну следствия. На данный момент суд принудительно ликвидировал Тенгри Банк. Обязательство Тенгри Банк составляет 74,6 миллиарда тенге. Из них почти 20% — это средства квази-государственных компаний. Вкладчикам выплатили 14,5 миллиардов тенге. Вот с таким призывом к руководству одного из банков обратились вкладчики финансовой пирамиды. Люди взяли кредиты в надежде быстро разбогатеть. Но теперь, когда все потеряли, просят об отстрочке до завершения судебного процесса над создателями незаконной схемы. Бахром Абдуллаев с подробностями. Сейчас многие из нас не могут купить кусок хлеба, чтобы прокормить свои семьи. Мы писали в Национальный банк о приостановлении. Президент Касымжамар Токаев сказал, что в такое нелёгкое время помочь гражданам. Но наши банки не признают это. Все эти люди оказались обмануты финансовыми пирамидами из-за незнания закона. Мы уже 10 месяцев поднимаем этот вопрос, пишем и сдаём документы во все инстанции и министерства, и нацбанк. Мы просим лишь подождать до окончания следствия и судебного процесса. Всего в пирамиды Гран-24, Эстейт Ломбард и Выгодный Займ вложились 16 тысяч казахстанцев. Они заявили об ущербе на сумму, превышающую 21 миллиард тенге. Трое директоров и учредителей этих компаний в бегах. Полицейские задержали лишь 15 региональных управленцев. В банке пообещали ответить на требования вкладчиков пирамид в ближайшие дни. А это уже пострадавшие от деятельности Индиго-24. Они собрались у здания следственного суда Шимкента с требованием отменить домашний арест и перевезти в СИЗО создателей этой пирамиды. Заявление в полицию написали полторы тысячи человек. Общая сумма ущерба более 600 миллионов тенге. Под следствием 9 человек. Но в СИЗО только трое. Почему некоторые подозреваемые находятся под домашним арестом? Почему они не в СИЗО? Люди опасаются, что подследственные избегут. Точного ответа в суде вкладчикам так и не дали. И предложили проехать в здание департамента полиции. Там, в свою очередь, обещали разобраться. Бахром Абдулаев, Жан-Серик Барамбаев, Информбюро, Шимкент. Торговцы, которые принимают оплату безналичным переводом с карты на карту, скоро обяжут открыть специальные счета. И когда деньги покупателей будут поступать именно на них, а не как сейчас, на счета физических лиц, не зарегистрированных в налоговых службах, как индивидуальные предприниматели. Это позволит вывести из тени безналичные переводы, уверены в Министерстве финансов. Материал Нургали Карабаева. Продавец магазина разливных напитков Евгений каждый день работает с платежами. В день приходят десятки клиентов. Но не все рассчитываются наличными. Многие предпочитают оплатить товар переводом с карты. Люди приходят и переводят. Им так удобно. В день переводов процентов 30-40 на Каспи Голд. От объема продаж. Да, от объема продаж. Не секрет, что многие торговцы перешли на формат перевода денег с карты на карту. В Министерстве финансов в скором времени собирается обязать предпринимателей открыть специальные счета для таких целей, чтобы видеть реальные доходы. Участились случаи, когда бизнес не использует кассовые аппараты. Только за 5 месяцев этого года поступило 12 тысяч жалов от граждан на невыдачу чеков. Вычислить недобросовестных нетрудно. С прошлого года перешли полностью на онлайн-кассовые машины. И отчетность по выбиванию чеков и так далее, она как бы видна постоянно. И вот в случае, если будут занижения такие, то, соответственно, это уже показатель того, что предприниматель ведет, ну, не совсем, скажем так, честный бизнес. В республиканском центре помощи предпринимателям массовый переход на онлайн-переводы связывает с удобством и дешевизной услуги. На сегодняшний момент через посттерминал, оплачивая, да, предприниматель теряет порядка 3% от суммы, ну, за которую человек рассчитывается. И, конечно же, предприниматель не готов терять, так как переводы, они значительно дешевле, в какой-то части даже бесплатные. Защитники бизнеса, в свою очередь, поддерживают идею фискальных органов. Говорят, что в итоге от этого в плюсе будет сам бизнес. Например, при закрытии того же ИП предпринимателю придется доказывать, где деньги от предпринимательской работы, а где личные средства. Если не докажет, придется заплатить 10% от общей суммы. Со следующего года все казахстанские вузы смогут выдавать выпускникам дипломы собственного образца. Такое решение приняли в Министерстве образования и науки. Сейчас этот документ должен соответствовать госстандартам за исключением дипломов международных и автономных вузов, как, например, Назарбаев университет. Из-за невыполнения ряда требований в этом году закрыли сразу 5 вузов. Два лишили лицензий. Студентам, обучающим, нечего опасаться в отношении тех вузов, которые закрываются, которые лишаются генеральной лицензии, поскольку в соответствии с нашими правилами студенты в этом случае имеют право перевестись в другие вузы, не дожидаясь конца семестра. В законодательство планируют внести изменения, чтобы студенты могли перевестись в другой вуз уже на стадии приостановления лицензии. При смене университета обучающимся должны предоставить те же условия, сохранить гранты, оставить на том же уровне стоимость обучения и засчитать кредиты по дисциплинам, которые они изучали. Что касается обучения всех студентов в период карантина, то условия пока не меняются, сохраняется дистанционный формат и скидок на учебу на дому не будет. Их расходы не уменьшились. Наоборот, вузам приходится улучшать свое оборудование, чтобы проводить дистанционное обучение, и появились дополнительные траты. Например, зарубежные университеты повышали из-за этого стоимость, поэтому наша задача – не допустить подорожания. Сейчас цены остались на уровне прошлого года. В Рудном демонтируют колесо обозрения, которое обошлось бюджету в 330 миллионов тенге. Аттракцион торжественно открыли два года назад, и сразу же начались скандалы. Жители сочли его установку нецелесообразной, а позже выяснилось, что кабинки легко переворачивает ветер, и колесо признали опасным. Но и это еще не все. Нина Шапор расскажет, как закрутилась эта история. Сейчас за моей спиной демонтируют декоративные элементы и освещение. Еще вчера отсюда на склад увезли кабинки, из-за которых и завертелась история, вылившаяся в громкое уголовное дело. Впрочем, скандал начался гораздо раньше. Идею установить в Рудном с населением всего в 115 тысяч человек аттракцион за 330 миллионов тенге сразу возмутило горожан. И без того проблем много, включая разбитые дороги, отсутствие детских площадок и даже томографа в больнице. Но колесо установили, и с первыми порывами ветра стало ясно. Оно опасно. Общественники подали в суд и узнали, что цена аттракциона завышена в три раза. Уголовные дела завели в отношении руководителя отдела строительства Дин Мухамбета Тлеова и юриста Александра Гаврильчика. Руководитель компании-подрядчика сбежал, так что демонтировать колесо оказалось некому. Суд обязал Акимат. Очередные траты на него вызвали недовольство в социальных сетях. Но власти нашли выход. На сегодняшний день АО «Рудный соколовстрой» вышел с инициативой оказать помощь городу при демонтаже колеса обозрения. То есть без затрат бюджетных средств с города. Горожан такой исход дела устроил. Ну, считаю, что ему здесь не место и можно было для денег найти гораздо лучшее применение. Правильно, надо разбираться. Почему? Ну, бестолковые мероприятия-то все были. Сейчас, вот, считаю, это возле школы такое сооружение очень опасное. Детали аттракциона отвезут на склад. И власти не исключают, что затем его отправят в пункт приема металлолома, чтобы вернуть хоть что-то в бюджет. Нина Шапу, Елена Досова, Информбюро, Костанайская область. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что несет личную ответственность за сложившиеся обстоятельства вокруг Нагорного Карабаха. Он пояснил, что необходимо сконцентрироваться на экономическом и гуманитарном развитии Армении и Карабаха. Минувшей ночью Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о полном прекращении боевых действий. И буквально в эти минуты в Нагорном Карабахе приземлились первые 11 самолетов с миротворцами. И еще столько же ожидают вылета. Обо всем в нашем материале. Конец войны в Нагорном Карабахе. Совместное заявление о прекращении боевых действий подписали президенты Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, в регион вводятся российские миротворцы. А Армении обязуются вернуть Азербайджану до 20 ноября Агдамский, Кельбаджарский и Лачинские районы. Азербайджанская республика и республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. В Армении новость о подписании совместного заявления встретили масштабными протестами. Жители Еревана ворвались в здание правительства и парламента. Они требовали, чтобы к ним вышел премьер страны, его назвали предателем. Избили спикера парламента, а оппозиция объявила, что будет добиваться отмены договора. Пашинян заявил, что соглашение не считает поражением. И в этой ситуации другого выхода не было. В сложившейся ситуации у меня не было шансов принять иное решение. Я планирую поделиться деталями, почему я поступил именно так и какие причины стояли за событиями последнего месяца. Не могу сделать это прямо сейчас по одной простой причине. Остановить боевые действия – главная задача. И если я что-то заявлю, это поставит под угрозу людей. В столице Азербайджана окончание Карабахского конфликта отметили салютами. Жители Баку вышли на улицы с флагами и стали поздравлять друг друга с победой. Именно так они расценили прекращение огня. Ситуация в Нагорном Карабахе начала быстро меняться после того, как Азербайджан сумел взять под контроль стратегически важный город Шуша. Об этом Алиев сообщил в воскресенье. Армения отрицала это, но позже признала. Напряженная обстановка в регионе стала причиной трагедии с российским вертолетом Ми-24, который накануне сбили азербайджанские военные. Погибли двое членов экипажа, один в больнице. Азербайджан принес России извинения, предложил заплатить компенсацию. В МИДе заявили, что инцидент носил характер случайности и не был направлен против российской стороны. Всего же за время обострения конфликта погибли тысячи людей. Но точные цифры ни одна из сторон не называла. Ирина Евгеньева, Наталья Раем, Информбюро. Вы смотрите новости Информбюро. Трагедия в Алматинской области. В частном доме при пожаре сгорели мужчины и двое его детей. Возгорание в дачном массиве произошло около трех часов ночи. Помощь пришла слишком поздно. У погибших практически не было шансов на спасение, рассказали пожарные. Пожарных вызвали соседи. Но, к сожалению, спасти жильцов не смогли. Погибли мужчина и его двое детей. Дом в дачном массиве семья снимала два года. После ухода супруги мужчина один воспитывал сыновей 19-17 лет и 8-летнюю дочку. За несколько часов до пожара средний сын почувствовал себя плохо. Скорая увезла его в больницу, рассказали соседи. Тело девочки и старшего брата нашли в этой комнате. Ребенок лежал на детской кроватке. А труп отца с трудом удалось найти под завалами на пороге прихожей комнаты. Ничего плохого о семье соседи сказать не могут. Отец спиртными напитками не увлекался. Работал и хорошо ухаживал за детьми. Погибший старший сын Роман Шевченко был спокойным, добродушным парнем. А малышка очень приветливой и прилежной ученицей. Вспоминают соседи. Какой ребенок хороший. И в школу училась, и поздоровается. Вообще хороший ребенок. Все очнулись из-за того, что сигнализация сработала. Газовая сигнализация у наших соседей. И все сполошнулись, потому что газовая сигнализация, сами знаете, не из приятных тоже. Все стали выходить. Что могли, вызвали помощь. По словам сотрудников ДЧС, профилактическую работу с населением перед отопительным сезоном они проводят каждый год. Однако люди не перестают нарушать правила противопожарной безопасности. С начала этого года в жилых массивах Толгарского района зарегистрировали более ста пожаров. Огонь унес жизни шести человек, трое из которых дети. Жанна Тайтенова, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматинская область. В октубе онкопациенты одной из клиник два месяца ждут аппарата лучевой терапии. Из трех имеющихся два на ремонте. Проблемы не решаются из-за пандемии. Страны закрыли границы и получить запчасти на аппараты пока не получается. У жительницы Актубе Салтанаджи Асановой болеет тетя. Женщине 64 года. Третью стадию рака у нее обнаружили два месяца назад. По показаниям опухоль должны лечить при помощи лучевой терапии. Правда, прошла женщина только один сеанс. В больнице сломался аппарат. Нам уже второй месяц обещают, что вот сегодня, завтра, послезавтра. Врачи этой больницы, они сами не знают, когда это будет. Моя тетя получила только один курс, получается, одну процедуру получила. Для нее этот аппарат очень важен. Потому что, сами понимаете, это не просто больные, это онкобольные. Для них каждый день это на счету. Каждый день на счету в общей сложности у 20 онкобольных. Медцентры, где их лечат, относятся к Западно-казахстанскому медуниверситету. Проректор вуза Надя Армусин говорит, что в больнице три аппарата лучевой терапии. Два на ремонте, поэтому работает всего один. Но каждый аппарат лечит только определенные онкозаболевания. Те люди, которые получают лечение на этих аппаратах, это пациенты с четвертой клинической стадии. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. То есть, это уже далеко зашельцы заболевания с метастазами. То есть, это в основном более, скажем так, палеотивное лечение они получают в текущий момент. В одном аппарате сломан двигатель. Ждут новый от производителя из Чехии. Время доставки затянулось из-за карантинных мер на границах, говорят специалисты. Еще один прибор радиотерапии на сервисном обслуживании в России. Оба аппарата привезут в Ак-Тубе только к концу ноября. А пациентам и их родным остается надеяться, что время у них еще есть. Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Он самоизолировался, но продолжает работать. А большая часть жителей Италии стала испытывать психологические проблемы. В этой стране число заразившихся приблизилось к миллиону. О ситуации в мире Аскар Мендбаев. Спасибо, Наталья. Желаю всем 36,6, сказал президент Украины, уходя на самоизоляцию. Владимир Зеленский, несмотря на меры предосторожности, все-таки подхватил ковид. С температурой 37,7 Зеленский отправился на дистанционку. Он заявил, что ковид это не страшно. И он обязан показать пример всем, как должен лечиться заболевший. В команде Зеленского вирус подтвердился сразу у нескольких сотрудников. Чтобы замедлить темпы распространения инфекции, власти этой страны решили объявить строгий карантин, но в выходные дни. А в Италии число зараженных приблизилось к миллиону. Больше 30% граждан стали испытывать психологические проблемы. К психотерапевтам выстраиваются очереди, но прием они ведут по записи. Италия одна из стран в мире, серьезно пострадавшая от коронавируса во время первой волны. Сейчас число заразившихся стремительно растет, и больницы вновь переполнены. А в Бразилии приостановили испытания китайской вакцины от COVID-19. Предположительно из-за смерти волонтера. Речь идет о препарате, разработанном компанией Синовак. По факту гибели человека проходят экспертизы. Но китайский разработчик настаивает на безопасности своей вакцины и намерен продолжить работу с Бразилией. Вакцина – единственный способ победить вирус, но главное, чтобы она была безопасной. Наталья? Да, Оскар, в этом вопросе спешка чревата. В Акмолинской области растет спрос на продукцию единственного в стране завода по выпуску паровых котлов. Только за прошедшие 10 месяцев здесь произвели продукции на полтора миллиарда тенге. Предприятие «Азия Котломаш» выпускает более 300 котлов парового и водяного отопления в год и необходимой запчасти к ним. Теперь здесь производят еще и блочно-модульные котельные. Главная их особенность – экономичность. Новые установки потребляют меньше мазута. Работа полностью автоматизирована. К тому же котлы разборные. Это единственный в Казахстане завод по производству модульных котлов, начиная с промышленных паровых котлов и заканчивая водогрейными железными котлами. Производим монтаж и сервисное обслуживание котлов от 4 до 50 мегаватт. Постоянную работу на предприятии получили 200 местных жителей. Средняя заработная плата – 227 тысяч тенге. Сырье на завод поставляют из Нуршултана, Караганды и Тимиртал. Рабочие завода сами строят и запускают котельные. Работаю здесь уже почти 12 лет. Работа у нас хорошая. С Нового года повысилась зарплата. Можем взять 190-200 тысяч. В этом году на предприятии провели модернизацию. Установили новое оборудование для выпуска запчастей, котельных установок, труб и других металлоконструкций. Соединение стены каркаса котлов теперь выполняет робот-сварщик. На предприятии планируют расширить ассортимент своей продукции и рынок сбыта. Информбюро Акмолинская область.